Меня зовут Бараева Ольга, я работаю директором по продажам федеральной риелторской компании «Этажи». Сегодня у нас будет практический материал, и мы с вами в течение 20-25 минут научимся методологии, как создавать команду. И в конце разыграем вот такой подарок, вкусную корзинку за правильные ответы. Поэтому слушайте внимательно. Давайте начнем. Итак, как часто вы читаете книгу и потом что-то из этой книги реализуете? Или, как сказал Михаил, ходите на тренинги и что-то потом реализуете? У нас в компании принято так, что прочитал книгу, поделись с другим и обязательно что-нибудь реализую из этой книги. Поэтому большую часть из того, что я буду рассказывать, это книга «Управление изменениями». Адизис. Мы по ней работаем, мы по ней строим, и это наш опыт. Уже технология давно работает, поэтому могу поделиться. Итак, с чего мы начнем? Я вам сейчас расскажу 8 секретов, как создавать команду. Для этого нарисуйте, пожалуйста, на своем листке. Он запечатан. Нарисуйте, пожалуйста, круг. Большой. Разделите его на 8 секторов пополам, еще пополам и по диагонали. И каждый сектор – это будет секрет. Причем эти секреты мы будем с вами оценивать, как на самом деле у вас сейчас происходит в вашей компании. Значит, вот это будет 0, вот это будет 10. Ну, наверное, кто знает колесо баланса, он с этим работал. То есть это шкала от 0 до 10. И каждый сектор – это шкала от 0 до 10. Так. А как листать? Так, давайте начнем. Следующий слайд. Следующий слайд про первый секрет – это стиль управления. Значит, стиль управления называется демократура. Демократия при принятии решений и диктатура при реализации. Часто как бывает, что люди встретились, поговорили, да, или начальник сказал директивно, что будет так, и потом началась демократия при выполнении. В нашей компании что мы делаем? Мы очень долго проводим встречи, много встреч на то, чтобы принять решения. Детализацию делаем, мозговые штурмы, опросы сотрудников для того, чтобы принять правильные решения. Но когда решение уже принято, начинается диктатура. То есть уже нельзя решение опровергнуть, с ним спорить. Начинается такой Гитлер, да, мы говорим, все, начинается Гитлер, и мы начинаем это решение реализовывать. Итак, напишите в первом секторе, пожалуйста, демократура. Демократура. И оцените от нуля до десяти, насколько в вашей компании или в вашем бизнесе это развито. Ну, предположим, я вот напишу 8, да, и поставила цифру 8. Следующий секрет – это качество решений. Значит, качество решений зависит от того, приглашаете ли вы для принятия решений 4 типа людей. Какие типы я вам расскажу следующим слайдом. И есть ли у вас взаимное уважение. Как это выглядит? Предположим, вы знаете, что один человек хорошо разбирается в технических вопросах. И когда касается проект технических вопросов, вы ему не мешаете, да, он высказывает свою точку зрения, а вы закрываете рот и молчите. Это и есть взаимное уважение, потому что вы знаете, что он в этом силен, зачем ему мешать, да. И когда мы знаем, какие сильные стороны у сотрудника, мы с ним не спорим, мы прислушиваемся к нему мнению, и это и есть взаимное уважение. Давайте второй сектор напишем качество решений, качество решений в вашей компании или в вашем бизнесе. И так же сделаем шкалирование от нуля до десяти. Насколько оно у вас сейчас присутствует? Ну, предположим, я написала 9, да, у себя. Вы каждый сделаете тоже. Я за всеми смотрю, кто не делает, даже за компанией Синара. Сейчас найду компанию Пик. Всех найду, да, делаете? Молодцы. Вот, просто многих уже знаю. Так, ребят, идем дальше. Потратьте время с умом, пожалуйста. Потом придете в компанию, скажете, у вас начальство спросит, ну что, что интересного ты узнала, а вы ему раз колесо. И скажете, вот, я проанализировал нашу компанию, и теперь знаю, как создавать команду. Итак, теперь четыре типа сотрудников. Значит, сейчас я вам про них расскажу, и вы, наверное, себя точно узнаете, и узнаете сотрудников своей компании. И для этого представим, что вы ко мне пришли на кухню сегодня, да, я работаю в недвижимости, поэтому могу себе вот такую большую кухню позволить в Ельцин-центре. Вот, и говорите, Оль, расскажи, пожалуйста, как вот ты создаешь команду в этажах, да, и я вам рассказываю. И говорю, слушай, вот достаю шампанское, ставлю, я знаю точно, кто у меня предприниматель. Предприниматель – это бутылка шампанского. Почему? Потому что у этого человека много идей, они бурлят внутри него, да, и если идея прям очень его волнует, то пробка выскочит, все об этом узнают, и он прибежит в компанию, скажет, давайте, давайте быстрее вот это внедрять. Это клево, это клево, клево. На следующий день он прибежит с новой идеей, скажет, давайте вот это, вот это я точно знаю. Мне интуиция подсказывает, что это прямо стратегия голубого океана. Давайте начнем. Вот, предприниматель, он всегда за что отвечает? Он в команде отвечает за вопрос, когда и зачем. То есть, если бы мы с вами вот так их разрисовали, квадрат, значит, предприниматель отвечает на вопрос, какой? Это же я знаю, что вы знаете. Синаи, на какой вопрос отвечает? Предприниматель, на какой вопрос отвечает в компании? За деньги? Молодец. Вопрос, когда и зачем? То есть, зачем нам в это ввязываться? Что мы там получим? Сколько мы заработаем? Доходный, недоходный бизнес. Дальше. Следующий тип – это производитель. Производитель – это будет коробка конфет. Почему коробка конфет? Потому что производитель отвечает за вопрос, что делать. И он сможет составить план к тем идеям, которые придумал предприниматель. И план состоит из множества действий, мероприятий. Каждое действие – конфетка. Она может быть кому-то нравится, кому-то не нравится эта конфета, но делать надо. Какие вопросы задает предприниматель? Он задает вопросы. А у нас план мероприятий написан? А какие ресурсы нам нужны? Какими мероприятиями мы это будем делать? Соответственно, производитель отвечает на вопрос. Какой? Компания Пик. Компания Пик. Я прямо рекламирую сегодня всех. На какой вопрос отвечает производитель? Что делать? Что делать? Так, кого еще прорекламировать, скажите? Так, дальше. Следующий тип человека в команде, который необходим, это интегратор. Интегратор на моей кухне – это будет яблоко. Почему яблоко? Потому что яблоко однажды объединило Адама и Еву. Вот поэтому интегратор будет яблоко. Значит, интегратор отвечает на вопрос. Кто? То есть для интегратора очень важно всех объединить, чтобы всем было хорошо. Это такой кот Леопольд, который говорит, ребята, давайте жить дружно. Давайте найдем компромисс, давайте не будем ссориться. И Битрикс хороший, и АМАСРМ хорош, да, все хороши. Давайте что-то выберем, да, давайте не будем спорить. Поэтому интегратор отвечает на вопрос, кто. И следующий, четвертый – это предприниматель. Предприниматель на моей кухне – это будет грейпфрут. Почему грейпфрут? Потому что он одновременно кислый и одновременно сладкий. А я что сказала? Какие вы молодцы. Большое спасибо. Значит, администратор, он отвечает на вопрос. Ну, наверное, сейчас все подскажут мне. На какой? Компания тоже знает, она молчит. Администратор отвечает на вопрос, как. Да. Вопрос, как. Потому что этот человек детализирует ваш проект. И вот как раз если вы внедряете Битрикс в компании, да, или новый продукт Битрикс, вам обязательно надо туда администратора в этот проект. Потому что он разберется во всех технических вопросах и сможет рассказать другому человеку, как это освоит, как это работает, да. Почему грейпфрут? Потому что администраторы любят критиковать. Поэтому это немного кислинка, да. Ну и немножко сладко, потому что они скажут, ну, нормальный вроде проект, давайте делать. Если администратор точно согласился, то все будет хорошо. Ну и вы на схеме видите, какие люди нужны для того, чтобы было принято решение. Это предприниматели и интеграторы. И какие нужны, чтобы диктатура была, да. Это производители и администраторы. Так, теперь давайте сделаем анализ. Рисуем. Знать тип сотрудника. Знать тип сотрудника. В этой презентации будет ссылка на тест в электронном виде. Вы сможете зайти и протестировать каждого своего сотрудника, дать своему сотруднику узнать его тип. И сможете сами протестироваться. Ну, например, тоже напишу 9, вы сделаете у себя. Насколько у вас это развито. Следующий секрет очень простой. Если я знаю, кто мои сотрудники и знаю, как с ними разговаривать, да, я должен знать, а кто же я. Теперь напишем знать себя в следующем. Знать себя. И тоже сделаем оценку шкалирования от нуля до десяти. Расскажу на своем примере. Я, например, больше производитель. Вторая роль у меня предприниматель. Третий интегратор. И самый последний администратор. Соответственно, я знаю, что я хорошо делаю проекты. Да, я могу написать план к любой идее. И если дело касается детализации, и администратор говорит, а как часто нам надо это делать? А какие риски здесь есть? А какие инструменты нужны? А вы оценили все инструменты или еще есть какие-то инструменты? Я молчу. Потому что говорит администратор, и я не лезу. Но если начинается разработка проекта, и надо написать, что делать, кому делать, в какое время, какая последовательность мероприятий, я говорю. Я говорю, я это точно знаю, я в этом сильна. Дайте мне, пожалуйста, слово и не спорьте со мной. Поэтому вот знать себя. Напишите, пожалуйста, как у вас это. Следующий секрет. Время просто идет. Следующий секрет. Нужно правильно распределить роли. Распределить роли. Правильные люди на правильном месте. Это лозунг любого HR. Куда мне нужно предпринимателя поставить, куда интегратора, куда администратора и куда производителя. В этом тоже важно разбираться. Вот здесь на таблице указано, кто дает долгосрочную перспективу и кто краткосрочную. Как узнать, сколько в вашей команде, кого, какого типа, да. Просто прийти на планерку. Если вы пришли на планерку, у вас все на планерке орут, что-то обсуждают. А давайте вот это, а давайте вот это. Значит, у вас куча предпринимателей. Если у вас на планерке все молчат, слушают директора, идет цифровой доклад, циферки, буковки, никто не смеет возразить, да. Все говорят про результат. У вас в компании много администраторов и производителей. Вот, поэтому если вашей компании нужен рост, все-таки предпринимателей, да, должно быть, ну, достаточное количество, потому что они будут двигать компанию в долгосрочной перспективе. Вот, если вам рост не нужен, вам нужна стабильность, вам нужно все устаканить, да, вы заняли свою нишу, набирайте побольше администраторов и производителей. Следующий секрет. Это понимать язык друг друга. Ну, тут вообще все смешно. А, кстати, давайте распределить роли. Тоже отметим, насколько у вас это по шкале от нуля до десяти. Молодцы те, кто работают. И теперь следующее. Шестой секрет мы разобрали. Теперь, почему шестой? Почему там шестой? Ну, ладно. В общем, секрет следующий. Понимать язык друг друга. Это вообще интересно. То есть, пока я не прочитала эту книгу и не стала ее использовать, я вообще психовала, почему люди меня не понимают. Да, прямо приходила домой и рассказывала, ну, блин, такой дурак, он вообще ничего не понимает, да. Или человек обещает и не делает. Так вот, фишка вся вот в этом. То есть, если производитель говорит да, то он точно сделает. Если он говорит нет, он точно не сделает. Если администратор говорит да, то это да. Если он говорит нет, то это может быть. Поэтому, если вы пришли в компанию и говорите, давайте внедрять Bittrex. Администратор сел, посмотрел и говорит, наше CRM клевее. Нет, не будем. Или может быть. На самом деле, он не говорит нет. Он говорит может быть. Ему просто сейчас недостаточно инструментов, чтобы разобраться в этой теме. Вы дайте ему время и скажите, ну, окей, Паш, окей, давай ты сам посмотришь. Конечно, я вот тут купил, принес, да, у тебя не спросил. Посиди, посмотри и разберись. И стопудово потом администратор скажет вам да. Предприниматель, если да, то это может быть, если нет, это нет. Представляете, как тяжело с предпринимателями. Чего, отгружаем постолько? Отгружаем. Пожали руки, пожали руки. А отгрузки может быть. Вот. Поэтому держите ухо востром. Ну и интегратор. Так как эти люди хотят, чтобы всем было хорошо. Кать, давай это сделаем? Да. Это означает может быть. Кать, может не будем это делать? Давай не будем. Это тоже означает может быть. Вот. Потому что этот человек хочет угодить всем. И вот когда вы понимаете язык друг друга, вам будет проще. Итак, понимать язык друг друга. Оцените себя, пожалуйста. Язык другого, насколько вы понимаете. Насколько вы не психуете, когда человек пообещал и не сделал, да. Следующий секрет это роль руководителя. Ну что про роль руководителя важно сказать. Он должен быть переверженец, да. Ну предположим вы там программист или системный администратор в компании. И вы привезли новый продукт Bittrex, да. А ваш руководитель говорит нет, мне не нравится, я не хочу. Тогда вы должны стать руководителем проекта, да. Поставить четкие вдохновляющие планы, быть очень приверженным к этому делу, сказать давайте попробуем, обучить всю команду, объединить вокруг себя и сказать своему руководителю, окей, давай выставим сбалансированные показатели, KPI, и я тебе докажу, что система Bittrex улучшит, например, продажи или конверсию звонка во встречу, да. И восьмой секрет, последний. Да, давайте оценим роль руководителя. Так, у вас своя цифра, такое колесо у нас получается. Вот смотрите, это я взяла выдержку, у нас есть график работы менеджера с риэлторами. Я посмотрела, сколько времени руководитель работает с людьми, да. И у меня оказалось, что в месяц, 160 часов в месяце, 72 часа, практически половину, он находится с сотрудниками, он взаимодействует. Поэтому чем больше вы проводите времени вместе, тем будет результативнее, эффективнее ваша команда. У нас, например, есть три планерки. В понедельник планерка отдела продаж, в среду клуб управленцев, где мы обучаемся, друг друга обучаем, все это по часу. И в пятницу совместная планерка административного персонала и продающего персонала, где мы говорим об интеграции проектов. Первое время все сопротивлялись и говорили, зачем нам так часто встречаться, когда нам работать. Но на самом деле это улучшило команду и взаимодействие. Мы сейчас понимаем друг друга с полусловом. Вот такие восемь секретов. А, давайте восьмой секрет. Время вместе. Сколько времени вы проводите вместе? Ну, у нас в офисе что хорошо, у нас open space. Да, и мы все вместе. И мы все вместе. Это преимущество open space. И теперь вот восемь секретов все вместе. Презентацию вы получите. Там есть ссылка на тест. Сейчас я покажу, на каком слайде. Вот. Кто я? Видите, в уголке там есть ссылка на тест. Зайдете, пройдете, он вам сразу результат выдаст. И теперь розыгрыш. Розыгрыш, да? Итак, вот у нас четыре типа. Вкусная корзинка. Вопрос будет такой. Вопрос такой. Смотрите. Вы внедряете в компанию Bittrex. Все. Принято решение. Надо внедрять. Кого вы поставите руководителем этого проекта? Какой тип сотрудника? Пожалуйста. Почему администратора? Он знает, как это делать. Еще есть варианты ответов? Производителя. Почему Михаил? Да. Михаил выиграл. Почему? Потому что производитель напишет план, и он может быть руководителем проекта. Именно руководителем, да? Прописать весь план. А реализации проекта администратор. Это был на внимание просто вопрос. Вы тоже молодец, что вы четко идентифицировали, кто такой администратор. Михаил, пожалуйста. Все знакомые люди. Все, я готова к вопросам. Ольга, большое спасибо. Практически очень полезный доклад. Есть время на один вопрос. Как понять перспективы своего сотрудника, если у него нет опыта работы? Как проверить его способности? Я плохо услышала. Чего у него нет? Нет опыта работы. И как проверить его способности? Ну что? По всей видимости вопрос располагает, вот к какому сегменту относится. Ну смотрите, у нас в компании есть тест, HR делают, ну это Myers-Briggs или вот такой тест Adizis. Когда у нас приходит сотрудник, я всегда спрашиваю, кто по типу человек. И они говорят, вот такой-то тип. Если этот тип соответствует должности, ну например, оператор колл-центра, нам надо интегратора и администратора. Если попадает, я говорю, все, окей, давайте дальше лично будем собеседовать. Вы можете этот тест отправлять в электронном виде сотруднику, ну кандидату, и не надо с ним встречаться, тратить время, потому что вы уже сразу отсекаете тот тип, который вам не нужен. Или, например, мы опытным путем выявили, что в риелтрах не приживаются два типа. Как вы думаете, кто? Кто не приживается в риелтрах? Вы правильно говорили. Администраторы не приживаются в этой профессии, это не их профессия. И чуть-чуть производители. Все, самые лучшие риелторы – это интеграторы и предприниматели, потому что им надо объединить две стороны сделки. Поэтому делать этот тест перед собеседованием точно определите, какой тип сотрудника вам нужен, на какую должность, и будьте эффективнее проводить собеседование. А, соответственно, презентации будут высланы позже, этот тест вы сможете скачать по ссылке. Большое спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо. Спасибо.